Приветствую вас, друзья! С вами Дмитрий Афанасьев и мы продолжаем дорабатывать наше замечательное приложение по управлению альбомами на Zen Framework 2. И в данном видеоуроке мы создадим функционал для добавления нового альбома. Итак, что нам для этого требуется? Первое, это нам нужно создать форму, при помощи которой мы будем добавлять новые данные. И второе, нам нужно написать функционал сохранения пришедших данных в базу данных, предварительно их отфильтровав и произведя валидацию данных. Для создания формы мы будем использовать ZendForm. ZendForm это компонент для управления формами. А для валидации данных будем использовать ZendInputFilter. Итак, приступим. Для определения формы мы создадим новый класс, который будет называться AlbumForm и родителем которого является ZendFormForm. Итак, давайте сделаем это. Переходим в NetBeans и создаем в папке Form файл AlbumForm.php. Открываем его для редактирования и добавляем сюда следующий код. Объявляем Namespace, объявляем то, что мы будем использовать ZendFormForm и создаем класс AlbumForm, который является наследником формы. Далее мы создаем публичный метод конструктор, в котором мы путем вызова конструктора из парента и задаем имя для данной формы. Форма у нас будет называться Album. Далее мы создаем элементы данной формы. Создавать мы будем следующим образом. Обращаемся к нашему объекту. This вызываем метод Add. И с помощью данного метода мы создаем новый объект. Новый объект формы. Итак, первый объект у нас является поле Hidden с именем ID. Далее второй объект это у нас поле Title. Тип у него текстовое поле. И Options мы создаем то, что у него есть лейбл. У данного инпута будет лейбл. И лейбл будет называться Title. Далее то же самое. Мы добавляем второй инпут. Имя его будет Artist. Поле для ввода имени артиста. Тип текстовый. И Options также добавляем лейбл. Метку. Лейбл будет носить имя Artist. Далее нам потребуется кнопочка для того, чтобы осуществить Submit. Имя у данной кнопочки будет Submit. Type. Submit. И атрибуты задаем следующие. Value. То, что будет написано на кнопочке это Go. И идентификатор ID Submit Button. Следующим шагом мы создадим валидатор для данной формы. То есть проверка данных. Которые отправил нам пользователь. Делать мы это будем в нашей модели файле Album.php. Открываем Album.php. И добавляем после Namespace добавляем те классы, которые мы будем использовать. Определим наш класс Album так, чтобы он реализовывал интерфейс. InputFilterAwareInterface. Давайте посмотрим, что в данном интерфейсе у нас есть. В данном интерфейсе нам потребуется реализовать два метода. SetInputFilter и GetInputFilter. Обязательно их нужно реализовать, но SetInputFilter мы использовать не будем, поэтому он у нас будет, можно сказать, пустым. Итак, нам нужно создать свойство InputFilter, в котором у нас будет храниться данный наш фильтр, объект фильтра. И теперь нам потребуется создать два наших метода. Как вы видите, NetBeans уже ругается, то что вы объявили Implements, но тем не менее методы еще не реализовали. Так давайте реализуем их. Сразу после ExchangeArray добавляем два наших новых метода. Итак, SetInputFilter. Так как мы им пользоваться не будем, но реализовать мы его обязаны, то просто в нем выдаем exception, то что мы им не пользуемся. И для нас интерес представляет GetInputFilter. Метод GetInputFilter нашего класса Album.php будет возвращать нам тот фильтр, который будет фильтровать нашу форму. Если данного фильтра не существует, вот здесь проверка на строке 31, то мы его создаем. На строке 32 мы заводим переменную InputFilter и создаем новый InputFilter. Далее мы создаем ряд правил, по которым будем фильтровать входящие данные. Итак, с помощью метода add объекта InputFilter мы создаем первое правило. Name, название ID, поле должно быть required, то есть для переменной с именем ID будет использоваться вот этот фильтр. Поле должно быть, обязательно должно быть, оно required. И то, что данное поле должно быть целочисленным. Инт фильтр мы добавили, да? Далее создаем следующее правило. Для поля артист, для переменной артист. Поле также обязательное, required. И создаем фильтр следующий. Мы выбрасываем все HTML-таги для данной переменной и выбрасываем пробелы, как левые, так и правые. Также помимо фильтра, это фильтр, да, понимаете, чем отличается фильтр от валидатора. Фильтр в прямом смысле он фильтрует. Заходят одни данные какие-то, проходят через фильтр. Часть данных остается, а часть данных проходит. Вот здесь вот остаются, проходят у нас без HTML и без пробелов с краю. И добавляем валидатор. То есть вообще пропускать данные или не пропускать. Валидатор объявляется следующим образом. Точно так же массив-массив. Имя этого валидатора string-length. То есть мы будем проверять длину строки. И options у нас следующие. Строка должна быть обязательно UTF-8. Минимальное количество символов в строке 1 символ и максимальное количество символов 100 символов. То есть если строка данное имя артиста удовлетворяет данным требованиям, то оно фильтруется и выдается. Далее следующий фильтр. Поле title. Тоже она у нас required. Точно так же мы фильтруем на наличие HTML тегов и пробелов. И точно так же добавляем ему валидатор аналогичный. От 1 до 100 символов. И получившийся наш объект мы кладем в нашу переменную, которую мы объявили выше. Наши свойства. Теперь он будет жить здесь. При повторном обращении к getInputFilter он уже не будет создаваться вновь. Он уже нам готовый вернет. То есть мы в данный блок кода вторичный не попадаем. И сразу он нам возвращает объект InputFilter. Сохраняемся. Итак, форма у нас есть. Фильтр у нас есть. Теперь нам нужно в контроллере собрать все это воедино. Переходим в альбум контроллер. И сейчас мы будем создавать ActionAdd. Перед тем, как его создать, давайте объявим то, что мы сейчас уже создали. Итак, для работы нам потребуется наша модель альбум, наш класс альбум и альбум форм. Наша форма, только что созданная. Возвращаемся в AddAction. И добавляем следующие строки. Итак, в данный Action мы попадаем в тот момент, когда кликаем по данной ссылке. Итак, мы попадаем в данный Action. Первое, что мы делаем, это создаем нашу форму. Создаем тот объект формы, который мы описали в альбум форм. Вот этот вот, да, вот формирование нашей формы. Создали объект. Далее мы изменяем значение кнопки Submit. По умолчанию мы данному Submit поставили Value Go. На ней будет написано Go. Но в данном конкретном случае нам Go не нужно. Это у нас добавление нового альбома. И мы ему Value меняем таким вот способом. Обращаемся к объекту Form. Получаем Submit кнопочку. И делаем ей Set Value Add. Меняем ей Value. Далее с помощью ThisGetRequest мы получаем пришедшие к нам данные извне. Далее мы проверяем, если наш запрос был сделан с помощью метода Post, то мы попадаем в данный кусок кода, в котором мы создаем новую модельку нашу альбом. Для данной формы, для нашей формы, мы добавляем фильтр, SetInputFilter вызываем метод. И фильтр мы получаем из нашей модели. Альбом. Где она у нас создалась? Вот, да. Альбом GetInputFilter. Давайте вспомним. Вот альбом, вот GetInputFilter. Мы попадаем сюда и либо отдаем InputFilter, либо создаем его предварительно и отдаем. И данный наш фильтр, он у нас привязывается к нашей форме. Далее в данную форму мы должны положить данные, которые к нам пришли. Мы обращаемся к объекту Request и получаем данные с помощью GetPost. То есть мы забираем массив данных, которые пришли нам с помощью ActionPost. Далее мы вызываем метод нашей формы Извалид. При вызове данного метода у нас происходит запуск проверки нашего фильтра. То есть наши данные начинают фильтроваться. Если данные все успешно отфильтрованы и прошли валидацию, никаких ошибок нет, то мы попадаем в данный участок кода. В противном случае мы в него не попадаем. Итак, данные у нас прошли и мы эти данные с помощью форм GetDate забираем эти данные и кладем их в нашу модель с помощью метода ExchangeArray. Далее мы вызываем ThisGetAlbumTable, получаем AlbumTable и сохраняем альбом. Мы это на прошлом уроке делали. Давайте посмотрим, куда мы попадем. Вот этот метод у нас вызовется и мы произведем сохранение нового альбома в базу. И далее после этого мы осуществляем Redirect на нашу главную страничку альбомов. Следующим вот образом. После этого наш ActionAddForm возвращает нашу форму, отдает. То есть, либо мы сохраняем данные в базу, если у нас был пост, если к нам что-то пришло. Если же мы сюда не попали и мы просто открыли страничку, то мы выдаем нашу созданную форму в наше представление, во вьюху. И она у нас отрисуется на страничке. Теперь мы должны создать само наше представление, вьюшку нашу. Итак, переходим в папку View, Album, Album. И вот наше AddPHTML. Открываем его для редактирования и вставляем следующий код. Объявляем Title, как мы делали в прошлых уроках. Объявляем, устанавливаем заголовок нашей странички. Уставляем тег h1, из которого мы эскейпим HTML из данной переменной. И создаем нашу форму. В форме задаем атрибут Action, в котором мы укажем URL, который будет обрабатывать. URL мы точно так же создаем, как в прошлом уроке создавали. Далее формируем нашу форму, вызываем prepare, готовим ее. И следующими строками мы вырисовываем данную форму. Открываем тег формы с помощью 12 строки. Добавляем поле hidden. Делаем getID. Как вы помните, мы создавали объект ID. Далее создаем новую строку Title, новую строку Artist. Создаем кнопочку Submit и закрываем нашу форму. Сохраняемся. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Переходим на наш сайт. Нажимаем на ссылочку Add New Album. Итак, перейдя по данной ссылке, мы попадаем в наш Action, в Add Action. И так как у нас не было пост-запроса, то, соответственно, мы создали нашу форму и вернули нашу форму во View. И там она, соответственно, у нас отобразилась. Теперь мы можем добавить новый альбом. В Title давайте напишем Title, чтобы ясно видеть, что правильно пришли данные. И Artist у нас тоже будет Artist. И нажимаем кнопочку Add. Как видите, да, название поменялось. Вместо Go у нас стало Add. Нажимаем Add. Произошел запрос. И в самом низу мы можем наблюдать новую запись. Title у нас Title. Все правильно пришли. Artist, Artist. Все хорошо. На этом видеоурок я заканчиваю. И в следующем видеоуроке мы разберем редактирование данной формы. Всем спасибо за просмотр. С вами был Дмитрий Афанасьев. Пока.